Добрый день дорогие друзья вы на телеканале ТОН ТВ программа разбор полетов меня зовут Александр Вальмана вместе со мной в нашей тель-авивской студии мои коллеги друзья публицист писатель Давид Шехтер и замечательный журналист Марк Горин добрый вечер добрый добрый день Тема которую я хочу вам предложить разобрать сегодня в общем-то пожалуй самая популярная в русскоязычном сегменте интернета Депутат Кнессета от партии Ликуд Микки Зоор о его подвигах мы поговорим я думаю попозже А вот первый вопрос для разогрева так сказать можно ли считать Микки Зоора 22 номера в списке Ликуда на выборах Кнессета 20 Кнессета Депутата от Негева ну скажем так главным имиджмейкером в течение прошедшего года Давид Конечно нет вообще вся история с этим законом она очень четко У него не один закон у него там несколько законопроектов Знаю только один кому это выгодно для чего он это сделал поскольку до того как Микки предложил в этот законопроект Его знали только политологи и те кто непосредственно работают в Кнессете и то не все Речь идет о законопроекте о закрытии О запрете на работу в собаке Сегодня его знает весь еврейский народ но самое главное сегодня его знают все 120 тысяч членов партии Ликуд Среди которых он будет идти на правильный в течение года полутора сколько там все это сымет Поэтому своего он добился ведь было понятно совершенно я сделал еще маленький за счет что не было шансов этого законопроектов Поскольку в Кориции счет один человек включая партию Куляма которая была известна априори против этого законопроектов То есть 51 Поэтому было так что в Ликуде есть 34 против То есть не было большинства ни при каких условиях этот закон прийти не мог Тем не менее он его подал и раскрутил Раскрутил себе на пользу Поэтому если я анализирую ситуацию чем больше все делают шума тем больше все работают лично на господина Микизона Но у него же был еще один законопроект до этого знаменитый о запрете проведения спортивных мероприятий в шаббат Он очевидно посчитал что этого недостаточно чтобы раскрутиться так крупно Значит я помню этот законопроект Он почувствовал на нем это на мой взгляд был пробный камень Я вообще отдаю должное так сказать предприимчивости скажем так политической предприимчивости этого человека Это был пробный камень Он почувствовал интерес и принципиальный так сказать развожение сил И просчитал что это дальнейшее значит это самое Значит насколько я помню там все таки не совсем так Во-первых партия Куляну только в самые последние дни заявила свои принципиальные позиции И то сам Кахунг он говорит что он не понял не разобрался не расслышал это случайно Что он на межминистерской комиссии поддержал этот закон Ты веришь что случайно можно на межминистерской комиссии проголосовать за какой-то законопроект Смотри пока у меня нет аргументов абсолютно опровергающих то что говорит политик Это не то что это бой политик Но я просто за объективы Чем говорить так Каждый волен воспринимать так как по мере своей начитанности Ну он так говорит это во-первых В партии Куляну только за неделю до случившейся заявил свои принципиальные позиции Талий Плосков рассказывал что чуть ли не в последний день он таки говорил да ладно Нет не Талий Плосков это говорил Сафалабия чтобы чуть ли не за два дня до обсуждения вот в среду предыдущего он говорил что Куляну как министр от Куляну меня поддержали почему то есть пока там тоже вопрос не был заявлен абсолютно жестко Он это говорил потом наконец он сказал это было замечательно ну как я обращусь к арабам к арабскому списку мне нравится принципиальность этих людей и я найду там понимание я хочу привести пример я не хочу называть имя этого человека очень уважаемый человек Он стоил на то что арабы не будут голосовать что они уйдут из зала Ну найдется имя вообще язык каким то образом он найдет некий так сказать договоренность Это было замечательно человек религиозный человек причем такой он не религиозный Электриктуальный человек и как водится спорили и заговорили о гражданских браках Он сказал Марк мы же демократ и руководит он говорит мы всегда договоримся с шейхами по поводу гражданских браков вы говорите у нас будет большинство в любом случае Каким образом народ говорит мы с шейхами всегда договоримся с гражданами Я обожаю принципиальность это вот этот пример замечательный пример принципиальности позиции в этих вопросах Ну что сказать по поводу Вики Зора я думаю что сегодня он может вообще претендовать на кресло лидера Ликуда Он действительно приобрел не имея популярность я не уверен что каждый на русской улице гражданин знали фамилию Спитера Кнести Не уверен что каждый но вице спикеров всех не перечислить большинство точно а Мики Зора знают все даже если утюг сегодня включить на русском языке В какой-то момент я хочу признаться в какой-то момент я себя поймал на мысли почему Мики Зор так популярен не потому что он такие законопроекты пытается провести а потому что у него сочетание букв почти у него как Зора Как бы за справедливость вот в этой связи относительно справедливости многие упрекали упрекают Мики Зора в том числе в том что его вот этот законопроект нарушает статус-кво Давид ты как человек соблюдающий традиции хорошо знающий что такое статус-кво в Израиле его законопроект нарушает или нет объективно Смотри за 70 лет у вас существования Израиль причем методов проб и ошибок выработал некое такое статус-кво которое с одной стороны оно позволяет всем жить вместе а с другой стороны оно дает некий ну пусть не очень сильный но такой все-таки еврейский характер государства Потому что когда скажем в армии есть кашут и написано в каждой столовой лишимор кашут бабкуда то есть по приказу и то есть это все вместе служить в армии есть из одного котла когда есть праздники общие для всех там когда есть большая часть магазинов закрыта и общественный транспорт после работы не ходит А с другой стороны это ведь тебе лично никто не запрещает если ты хочешь есть там свину или спать со свиней то ты можешь делать все что у тебя дома все что ты хочешь тебе никто туда не пойдет Дома это если он не в казарме а дома ты между в увольнении Не я не веду в армию частного гражданина А в частной жизни? В Марк Гоин может быть по себе дома есть все что он хочет все что он хочет и никто теперь в кровати в котелку не лезут не пока вообще нет такого не лезут Если жена этого не захочет Марик этого не будет Да то свинью то значит не самое Я имею ввиду тарелку Я понимаю То есть как бы такое черновесие но есть постоянные попытки перетянуть Совершенно верно То в одну сторону то в другую сторону В прошлую каденцию партия НСКУ то есть Дешатин Она перетянула очень сильно на сторону Руспецких В эту каденцию пытаются притянуть назад Если меня спросишь плохо это или хорошо я скажу это хорошо Потому что маятник он качается Когда маятник качается это жизнь Это дискуссия это обсуждение это живая страна живое общество Когда ты фиксируешь этот маятник в какой-то одной точке это патент для провала Есть такой классический пример арабская цивилизация исламская Она была в средние века самой мощной цивилизацией на земле Европейская там рядом с ней не стояла по количеству ученых Алгебру они изобрели Они спасли древние рукописи Их перевели на арабский Европейцы читали Бористотеля в переводах с арабского Они все уничтожили Они были на вершине И вот тогда они зафиксировали Что мы на вершине мысли И вот к чему эта фиксация привела Мы видим сегодня это страшное Тупое Отсталое общество Которое когда-то было самым первым Вершиной мысли Потому что фиксировали Когда у нас маятник Это замечательно Марик, я хочу тебя вот о чем спросить Дело в том, что Микки Зор заявил, что он принял решение Отозвать свой законопроект по личной просьбе Бенемина Натаньягу Вместе с тем ряд лидеров оппозиционных партий Себе присуждают победу в борьбе с таким нехорошим законопроектом Вот кому бы ты больше поверил в этой ситуации Всем В данном случае Я считаю, что все имеют право Вообще у победы много отцов Обычно поражение сирота Да А у победы много В данном случае я думаю, что все имеют право Правы те представители партии Там НДИ, Кулянов Которые приписывают эту заслугу себе Они действительно правы Ну Яшатин тоже не Яшатин, да Я прошу прощения, что не перечислил Это как бы моя вина А то они обидятся Нет, это сто процентов Яшатин, да Сто процентов Они правы Что приписывают себе Потому что они создали такое общественное мнение Но При наличии такого общественного мнения Уже премьер-министр понял Что рискованно Мне очень понравилось Такой нюанс Памсов Алангель рассказал Что она с ним говорила за сутки И она ему сказала Что ты делаешь Ты представляешь себе Как русская улица вообще вся отнесется На что он сказал Да, меня премьер-министр просил С пониманием атеистических интересов Русской улицы Я думаю, что этот вопрос можно решить Надо какую-то часть магазинов Вынести далеко за черту городов И там им разрешить работать Она говорит, ну Тогда нет же транспорта в шаббат Как же до них добраться Говорит, ну нельзя же все проблемы решить сразу Ну это звучит как анекдот Это анекдот Это Савва Алангель рассказывала По радио Некак анекдот И она, наверное, общается Если я просто пересказываю Я не могу понять другого Я прошу прощения Перед другим ведущим Я хочу у Давида У Давида Вот просто Я не понимаю Я 23 года в Израиле Я не понимаю К тебе это не имеет отношения Ты религиозный человек Ты ведешь себя так Как все нормальные люди Не могу понять другого В чем вообще проблема Вот этого шаббата Кто считает для себя невозможным Идти в магазин Сей машины Тут не идет Кто считает возможным Тот идиот Я объясню Я объясню Да Я стараюсь с собой Не делать громко телевизор Я надеюсь Не все так воспитаны Как Мой религиозный сосед Сейчас у меня нет религиозных Ну были там На предыдущей квартире За сам факт того, что у меня Телевизор раб Сам факт, он увидел раб И не будет мне делать замечаний Маляк Вот Это и есть То статус-кво Которое было выработано Статус-кво Оно Касается Индивидуалов То есть Еврейский народ Хочет жить В земле Израиля Все таки Как еврейское государство Поэтому Когда тебе говорят Ты можешь делать все, что у тебя в доме И никто тебе не мешает Это на уровне индивидуального В качестве закона Определить Субботу Рабочим днем Это уже нарушение еврейской Тридезы Этого люди не хотят Не надо ничего определять по закону Каждый Ты сказал по закону Нет Я говорю по закону Как быть с производством Непрерывных сил У нас же слава Богу не Советский Союз Есть какие-то вещи, которые Тишины Скажем Работа в больнице В субботу Она совершенно действует В замке Спасение жизни Понятно Спасение жизни Да И еще какие-то вещи И есть вещи, которые Решаются автоматическими Путями Но все-таки Если мы хотим, чтобы было Ну хоть какой-то степени Еврейское государство То оно должно соблюдать Еврейскую традицию Из-за которой наши предки шли на Замечательно Значительная Значительная часть Соблюдают Правильно И одна из главных Один из главных элементов Этой третьей Это освободение Суббота Именно потому, что Израиль Государство демократическое И еврейское Поэтому Ты как индивидуал Можешь субботу Выйти на улицу Курить руку Сигарету Зажечь костер Ехать Тебе никто ничего не скажет Но Это возвести в качестве Закона государства Не хотят И Почему Потому, что Все-таки Если мы подсчитаем Сколько тут Населения Мне говорят Советское большинство Но не большинство Господа Но меньшинство Поскольку Давайте сделаем простой подсчет Это где-то около 20% Харидзим Ультра-Ортодосов В черных шляпах Где-то 25% Вот Ввязанные Экипы Ждиозные Стинисты И около 30-35% Это традиционалисты Это получается Сколько? Под 80 Чемокки традиционалисты Они в субботу Могут поехать На море На машине Но вечером Они зажигают свечки Делают кедуш Им это важно Они за границей Едят Некошельные Но дома здесь Они не хотят Чтобы было официально Сделано Чтобы суббота Была жутбочевая Поэтому пока В государстве Есть около 80% Люди Это важно 20% Пусть даже они Крикливые Пусть даже они Занимают Какие-то ведущие Места Они этого сделать Не смогут Проблема в том Что те Статистические данные Которые Я видел Там Последние Где-то года два назад Относят себя К светскому населению А остальные К разному Включая Включая Арабов Другое дело То что Раньше Было не 56 А ближе К 70% Количество людей Сокращается Которые называют себя Светскими Марик У меня к тебе Я хочу Уточнить Мы Так и не ответили на вопрос Почему Причем тут закон Вот У нас Слава Богу Не Советский Союз Человек хочет Что у него Лавка работала Один хочет Что у него лавка работала Один не хочет Что у него лавка работала Это личный вопрос Это первое Второе Второе Митя Звар Действительно Попал Это не личный вопрос Не согласен Это личный вопрос Да Личный вопрос Поедешь ли ты На своей машине На море В субботу Или пойдешь Пешком Это личный вопрос Я приводил Пример Поэтому я не хотел Разве ты так Поставил вопрос На морской машине Я приехал Когда в Израиль Ну У меня еще тогда Машину не было Я довольно поздно Купил машину Я работал В новостях Тех недель У вас шестидневка Я Пешком Шел К больной маме 50 минут Пешком На такси У меня Не было И когда Я просто Как пример Рассказал Одному нашему Общему знакомому Велигиозному человеку Авторитетному человеку Он сказал Кого это волнует Мама у тебя болеет Ты очень уважаемый человек И на местах Ну Я знаю У него есть такие Моменты Это что Отшвыривает Теперь в отношении процентов По поводу Опрос Такой Большой У нас нет Государственных опросов Это все Большой опрос По поводу Закона О равных правах Судьбе в армии Показал Что 71% Против того Чтобы изменялся Этот закон При этой прошлой Каденции А по поводу Закона Медизора 76% Это не вопрос Советские религиозные Многие религиозные Ходят в армии Более того Послушай меня Сегодня Подавляющее Большинство ММП То есть И Подавляющее Командиров Одновременно Среднего Командиров Поделения И Показал Вопрос 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 О баре Ходят Большинство Читает Большинство Цивилизованное Не цивилизованное Формулировать Вопрос То О чем Ты как раз Говоришь Я именно Об этом Хотел тебя Спросить Потому что до этого, Марик, ты сказал, что наличие общественного мнения, определенного, созданного оппозиционными партиями, позволило сделать то, что Микки Зоор потребовало. Привело к тому, что Микки Зоор отозвал свой законопроект. Почему то же самое не произошло с законом, а то, о чем ты говоришь, именно о равных правах? Потому что в данном случае Микки Зоор отражал атмосферу происходящего сегодня в обществе при данном правительстве. А в том случае решение об атмосфере, а об ультиматоре религиозных партий. Это разные вещи. Так, в относительно светском ликуднике, который на самом деле становится ледоком религиозных партий, это на мой взгляд. Ну да. Это просто вопрос, там разные тоже люди, и сами ликудники не все однозначно относились к этому. Но в данном случае решение, что Иоанн-таки получил серьезную поддержку, я не ожидал настолько, во власти, я имею в виду, не в обществе. А там это было другая, там был просто ультиматор религиозных партий, и на него пошли, потому что иначе правительство могло упасть, не родившись. Вот так бы я ответил на твой вопрос. Окей. Давид, тебе вот о чем хочу спросить. Чистая политика, это не идеология. В самом начале нашего разговора, как раз говорил, что Митри Зоуру теперь все знают, и в Ликуде, и везде. И замечательно. Вместе с тем, господин Зоуру в одном из своих недавних интервью сказал следующее. Я процитирую. Хотя внешне я еще не выгляжу как религиозный человек, но я стараюсь исполнять многие заповеди и мечтаю распространить по всей стране веру в Бога и еврейские ценности. В этом я вижу себя посланником Ребе в Кнесете. Почему Ребе, под Любавического Ребе? Потому что он с ним родился, оказывается, в один день 11-го Ниссана. И он на себя вот эту вот одежду примеряет. Насколько это, я не хочу сказать слово легитимно, насколько это корректно в лице депутата Кнеста примерять на себя одежду Любавического Ребе? Ну это просто смешно. Я понимаю. Но он говорит, но это как-то не было. Просто смешно. Но нам как-то грустно от этого. Он не примеряет на себя одежду Любавического Ребе. Он понимает, что он Любавического Ребе не грозит. Он подчеркивает, что он родился в один день. И поэтому его... Так он его посланник. Он считает себя его посланником. Ну, что он один родился. Но основной подход, между прочим, Любавического Ребе, покойного, последнего, седьмого Минахана Менделошного Сона. И из этого подхода Хаббат получил сейчас самое такое огромное, большое, депутатное в мире. Это либеральное отношение к людям. Это не навязывание. То, что он делает, это и есть навязывание. Кстати говоря, вот, Господи, следует внимательно прочитать то, что он написал. Его закон, он вовсе никому ничего не навязывает. Он не религиозный закон. Он говорит о том, что я хочу, чтобы было даже у религиозного еврея, работающего, возможность один день в неделю отдохнуть. Поскольку все владельцы вот этих вот маленьких лавочек, которые не могут выдержать конкуренции с большими сетями, они вынуждены работать все время. Если все они будут закрыты... Но для того, чтобы выжить, они должны... Секундочку, секундочку, секундочку. То, о чем ты сказал. Для того, чтобы выжить, они должны работать, а не отдыхать. Они работают, они работают шесть дней в неделю. Я говорю, я хочу, чтобы у них была возможность хотя бы один день в неделю отдохнуть, чтобы они знали, что когда они отдыхают, им конкуренты не начнут такого ущерба, что они просто выгодятся беззаренными с этого дня отдыха. Это его идея. Там нет никакой религии в этом законе. Вовсе там не сказано о Святой Субботе. Это то, о чем он пишет. То, о чем он говорит, Давид. Секундочку. Но его закон конкретный, у которого нет шанса, на то, что он пришел, на самом деле он отстаивал социальные права евреев, которые имеют маленькие магазинчики, чтобы они могли хотя бы сутки в неделю отдохнуть. Вот и все. Что в этом нелегитивного и что в этом плохого, господа, я не знаю. Марик, у меня... Я думаю, что если я не умнее бегать, как мастер спорта, то ему надо привязать гирю на ногу. Да, вот именно. Марик, у меня к тебе вопрос. Ты человек светский, я тоже человек светский. Как ты вообще относишься? Мы как-то уже говорили на эту тему, но вот каждый раз вот такого рода законопроекты, инициативы, именно законодательные инициативы заставляют возвращаться вновь и вновь к этому вопросу. Следует ли в нашей стране отделить религию не от государства, а от политики? Как по мне, я бы и от государства отделил. Поскольку это, видимо, по разным причинам невозможно... По еврейскому государству это невозможно, нет. Ну, я думаю, что возможно. Нет. Накануне прихода Наполеона и его, как это называлось, его этот свод законов, во Франции тоже думали, что невозможно. Кодекс. Кодекс. Спасибо. Да. Накануне приняли, то французы считали, что невозможно. Конечно, невозможно. По эстемансовски говорят французы. Так вот, во-первых, безусловно, если что-то можно от чего-то отделить, то надо отделить. Это сто процентов, может быть, это как-то упорядочит, а отношение вовсе поможет. И почему это происходит... Почему, извини, ты, например, Франции привел. Во французском парламенте мы видим представителей духовенства? Нет. Насколько я знаю. В российском парламенте нет, в американском нет. Почему у нас это должно? Только в мусульманских странах. И у нас, да. В Турции очень много лет не во. Если я смотрел на их Меджинец, и все, кто из нас турки. Вот, они турки или это мы турки. Вот. Но сейчас и у них вроде бы появились. Но это уже приход нелюбива на Мердогана. Но дело не в этом. Да, нет. В цивилизованных странах нет. Даже в молодых цивилизациях вроде российской, сравнительно молодых. Даже в Узбекистане, по-моему, это запрещено. Да, совершенно верно. В целом ряде светственного. Значит, отчего у нас тут происходит? Оттого, что не в народе, народе этого нет, а во власти все более и более сгущаются настроения, показывающие, что опираясь на узкий сектор, но очень дисциплинированный религиозных партий, даже представители сравнительно псевдо-светских партий, могут получить очень серьезные политические очки. А вот религиозные партии решают вопрос о победе Ликуда. То есть того, кто будет отбуждать больше бабок. Цепи ливии не давал в свое время, деньги сразу принципиально отказались, поэтому Биби встал на 5 примеров. Я даже не ясно, что сейчас говорили. Ради бога. Тут перепутано закончено. И, наконец, последнее. Это не главное. И, тем не менее, это очень характерно. Отсутствие транспорта в шаббат означает не деление на свет. Аначе не деление на тех, у кого есть машины и у кого нет машины. Это социальный раздел. Так вот, отсутствие магазинов в шаббат, доступных, больших, неважно, таких, каких могут быть доступны. Это опять разделит общество на тех, кто может без этого и на тех, кто не может. И когда-нибудь этот раскол общества приведет к таким результатам, Давид, которые именно в патриотические сердца этой части народа, они вздрогнут, как они вздрогнули от еврейского террора. Надо внести поправки в твой вопрос. Нет священнослужителей в КНССИТе. Не существует. Это люди, которые... Священнослужители в обычном понимании, во Франции, в КНССИТе, в Турции, это тот, кто работает, работает в сфере этой. Люди, которые... Но у нас в КНССИТе есть же раввины. Да, но это люди... В несекулярном платье было запрещено, появляться. Секунду, секунду. Это раввины. Что такое раввина? Он не работает раввином и пошел... Потому что он работает в КНССИТе. Секундочку. Он и до этого не работал. Это люди, которые закончили Ешиву, защитили, прошли экзамены, и получили звание раввина. Но раввином не работают. Раввин – это должность, которая... Литцман был раввином, Давид. Литцман – политик уже многие годы. Многие годы. И начинал как раввин. Он был как раввин, потом он ушел в политику, но он не занимал должность... Давид, но в КНССИТ преподаватели, нет скульптурных тренеров, они все работают политиками. Они закончились как раввины. Правильно, поэтому священнослужители... Марик, давай мы закончим. В КНССИТе нет. Там есть люди, имеющие образование религиозное, которые защитили своими дипломами религиозными, но они не являются священнослужителями. Нет такого, когда, скажем, во Франции мы говорим, нет. И у нас нету. Потому что они носят черную кипу и бороду. По содержанию они все равно священнослужители. А ты знаешь, сколько людей во Франции сидит в парламенте и по содержанию они ярые христиане-фанатики? Мы не говорим о принадлежности к вере. Там нет религиозных партий, Давид, мы о другом говорим. А в Германии есть ХДС, ХСС, есть демократические демократические союзи. В Испании есть христианские демократические. В любом случае, спасибо, друзья, за этот разговор. Вывод, который я делаю в заключении программы, то, что спорить на эту тему нам придется еще очень долго. И я боюсь консенсусу, мы тоже не придем очень долго. Спасибо за внимание. Всего самого доброго. До новых встреч. Для озборщиков.